Харе Кришна, дорогие ваишнавы! Поздравляю, мы сегодня собрались на первой встрече общины 2024 года. В этом году мы еще не собирались. И мы сейчас начнем с того, чтобы усилить нашу встречу духовной силой. Мы прочитаем тексты, комментарии Шилы Парупады из Шиманбагава, там 3.9.29. Для того, чтобы развивалась община, важен стержень. И стержень любой общины состоит из преданных, которые берут ответственность. Как говорят, легче всего критиковать и быть недовольным чем-то, и давать наставление, как лучше все сделать. Но, так или иначе, все держится на ответственных людях. И одна из особенностей и задач ответственных людей – это не думать о том, что что-то зависит от них. И об этом текст. Из Бхагава там говорит 3.9.29. Давайте помолимся. ОМ НАМО Бхагавате Васуде ВАИЯ ОМ НАМО Бхагавате Васуде ВАИЯ ОМ НАМО Бхагавате Васуде ВАИЯ Сибагаванувача, маведагарбагастандримсаргаудямамавага, танмаяпадитамхьягре, янмампрартхаятебаван. Перевод. Господь – Верховная Личность Бога Увача. Сказал. О Брама, о кладезь ведической мудрости, у тебя нет причин унывать или беспокоиться о том, как сотворить Вселенную. Я уже наделил тебя всем, о чем ты попросил меня. У нас в общине, в храме проводятся много разных встреч, совещаний, планерок с разными лидерами департаментов. И мы очень любим перед встречей читать этот текст и комментарий. Мы уже много-много раз его читали. Хорошая настройка. Комментарий Шилы Пропопады. Каждый, кому Господь или Его истинные представители доверяют какую-либо миссию, получает при этом благословение, которое помогает ему исполнить порученную миссию. Разумеется, человек, на которого возложена такая ответственность, должен всегда сознавать, что сам он не способен справиться с этой задачей и молить Господа, помочь ему успешно исполнить свой долг. Он не должен гордиться тем, что ему поручено то или иное ответственное дело. На долю того, кому оказано такое доверие, выпала огромная удача. И если он всегда будет помнить о том, что является исполнителем воли Всевышнего, то непременно добьется успеха. Велев Арджуне сражаться на поле битвы Курукшетра, Господь обеспечил ему победу еще до того, как дал это поручение. Однако сам Арджуна всегда сознавал свою зависимость от Господа и безоговорочно следовал всем его указаниям. Каждый, кто гордится порученным ему ответственным делом, забывая при этом воздать должное Верховному Господу, безусловно ослеплен ложным самомнением и потому не способен, как следует, справиться со своими обязанностями. Но Брама и его последователи в цепи ученической преемственности всегда достигают успеха в своем любовном, трансцендентном служении Господу. Сильно? 3.9.29. Давайте еще проясним всем благоприятную молитву для хорошей встречи. О Магьяна Тимирандася Гьянанджана Шалакая Чакшурн Милитам Йенатас Майши Гуравейна Маха Шичейтанья Манобистам Стапитам Йенабутале Своям Рупакада Махьям Дадатис Пападантикам Ванча Калпатру Бьяхча Крипасин Дубья Ивача Дитана Паванебьё Вайшнавебьё Намо Намаха Джайши Кришна Чейтанья Прабху Нитянанда Шиадвайта Гададара Шивасиди Гурабхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе Намам Вишну Падай, Кришна, Прештая Бутале Шиматы Бхакти, Веданта Свами, Нитинамине Намасте, Сарасвати Деве, Гаурава, Нипрачарине Нирвише Шашунья Вади, Паштятя Дешатарине Харе Кришна, итак, у нас сегодня на повестке Достаточно тем Быстренько озвучим За что я люблю свою общину Здесь есть те, кто любит свою общину Несколько человек есть Наша община, краткий обзор Презентация ведического пространства Говинды Улучшение условий для служений 14-я комната Как улучшить раздачу просадов в храме Новости пищи жизни Как улучшить проведение праздников Экадошные программы Марафон Святого Имени Телеграм-канал Искон Днепро Благодарность защитникам Вакансии служения Ведический простир Говинды Вкратце мы сейчас пойдем по этим темам И начнем с ведического пространства Говинда Это проект Днепровской общины Новая Пуршотта Мадгама И действительно это проект общины Я прожил это до глубины чего там Мозга Христея, как говорят Говинда, если так в истории посмотреть Этот проект, он начался еще задолго до моего появления И даже многих из присутствующих здесь По крайней мере в контексте периода практики И хотелось бы в первую очередь Выразить дань благодарности преданным Которые были в истоках этого проекта И здесь присутствуют преданные Которые были тогда, когда появилось Кафе Говинда Тогда оно называлось Кафе Говинда Или еще его называли Вегетарианский клуб Кафе Говинда И начал его вместе с преданными Тогда еще Это были какие? Начало 2000-х годов преданные Которые присутствовали в те времена Уже так Ну, в 97-м уже работало Вот, в 97-м уже работало, да И начинал этот проект в Ипутишакте Прабуон был тогда президентом храма И нам дошла информация Что Нанда Махарадж Прабуон был Как его помощником И он непосредственно занимался Регистрацией этого кафе Потом через какое-то время Горга Дхар Прабу Выполнял служение руководителя этого служения И вот преданные, которые присутствовали И наблюдали тоже И тем либо иным образом участвовали В этом проекте В Кафе Говинда Это Тарум Кришна Прабу, Иши Дакшина Прабу Рамарупа Прабу Матаджи Шакундала тоже я знаю Вот Матаджи Кинкари Она с самых первых дней Работы Говинды Она участвовала И мы ее тоже попросили Поделиться несколькими словами Того, как это было Какой эффект оказал этот проект На преданных общины На город, на страну, на мир Да? Мы же готовы, да? А можно еще? Микрофон Гарри Кришна, дорогие преданные Тут, конечно, я не знаю, каким маленьким пунктиком я здесь оказалась Но это действительно было так Среди громадных таких Вощнавов, акул Преданного служения Ну, на самом деле, просто Когда мы еще строили Исполкомовскую преданную Переехали жить на уездную И там создалась такая кухня Мы ее называли Самосники Вот, потому что Чтобы поддерживать И строительство храма И всего Там преданные готовили Очень много Нектарных самосов И Я уже не помню Сколько мне было лет Но мне было еще даже 16 И я вот эти самосы Я просто Мы каждый день приходили Брали на распространение И ходили Распространять эти самосы Вот И Я задумалась Думаю Вот интересно Сколько же у меня Самосов уходило И так примерно Прикинув Что в день Где-то по 100 самосов Вот Мы просто брали Эти самосы И шли там Потом мы перешли Немножко на обеды Были такие Как бы Обеды Очень простые Мы их там тоже Паковали Носили преданные Там уже Вот Но Вот у Випхути Шакти Созрела идея Потому что Он ездил много Он навещал Разные ядры И вот Его вдохновляла Вот такая идея Что Там придя в храм Есть такое место Где можно там Посидеть Где там очень Вкусный Классный Просад Есть Вот Все Вот он вдохновился Он был в Венгрии Там в других ядрах Там все на таком уровне Было И То что мы ходили Распространяли С сумочками Вот эти самосы Это было одно Но вы можете Представить Как это выглядело Мы просто стучали С любую дверь Говорили А вам не нужны Пирожки Вкусные Самосы Люди Так конечно Так посматривали Так очень Так Удивительно Но Создался план Что нужно Привлекать Таких людей Которые Могут Прийти То есть Мы действительно Увидели Что много Таких Вот Нормальных Людей Которые И Нравится Сознание Кришны Которым И Импонирует Наша Еда И наша Культура Но вот Они как-то Особо В храм Там не могут Прийти Вот Ну и вот Тогда Вот Закрутилась Вот этот Проект Очень Сильно Горел Желанием Конечно же Випхути Шакти Вот И Преданные Естественно Как бы Стали думать Что ж Где будет И вот Нашелся Один такой Мальчик Ромай Он тоже Он только Бурсу Закончил Он умел Чуть-чуть Готовить Но он Готовил От Бога Вот А вообще На самом деле В то время Был каждый Второй Классный Повар А каждый Пятый Был Супер Повар Вот Поэтому Общими Усилиями Было Не так Уж Сложно Это все Создавать Но Сложность Была В другом Чтобы Люди Приходили И оставались Их Надо было Чем-то Привлекать То есть Не просто Там Приходить И покушать То есть Ну как И вот Создался Ведический Философский Клуб Туда Приходили Всякие Ректоры Университетов Я только Две женщины Помню Которые По-моему Даже один-два Раза Заходил Микола Швец Это был Тогда Мэр города Вот Он знал О нашем Кафе Он там Все это Подписывал Все бумаги Вот И вот Как бы не было Тяжело Преданные Все равно Вдохновились Потому что Такое место Нужно И Такие люди Нужны Которые будут Приходить Которым Нужно Общение Вот И Вот Все медитировали Как же Это будет Дальше И Кришна Прислал Таких людей Это был Вот Ромай Это была Шачимата Вот Сам Липхути Шакти Готовил Там стоял Вот И Семья Широких Это был Аркадий Мата Джаира Они Внесли Неоценимый Вклад В эту Кафешку Они сейчас В Киеве Живут Но Они Вот Очень Мата Джаира Она очень Щепетильна Ко всему Она по-моему Сейчас не Ира Но Она ответственная За кухню Махараджи На всех Фестивалях Украинских Вот И Пришлось Даже Вот Преданным Кончить Курсы Официантов И там Раздачников Первые Кто начинал Они там Кончали Эти все Курсы Но Это Мне кажется Окупилось Потому что Все люди Стали Знать Кафе Они стали Приходить Они там Мало того Что хорошо Проводили Время Еще Очень вкусно Им нравилась Наша еда Наше общение И постепенно Постепенно Вот Я считаю Что Развитие Нашей ядры Повлияло Два Случа Это Приезд Аудариатхамы Тарсунова И Также Кафе Потому что Даже Будучи В другой Стране Я только И слышала А вы Тарсунова Слушали А вы Тарсунова Знаете А вот Вегетарианская Еда Вот Кафе То есть Это Это Такие Оружия Которые Выстреливают Очень Так Метко Знаете Вот Поэтому Очень Даже Здорово Когда мы Начинаем Думать Потому что Знаете Было Такое Время Было Вот Вот так Теперь Другое Время Мы можем Расширяться Мы можем Идти в ногу Со временем Мы можем Что-то делать Какие-то Новые Технологии Какие-то Новые Общения Новые Люди Это Всегда Развивает Ятру Это Всегда Дает Новый Спейс Пространство Для того Чтобы Занять Больше Людей Преданным Служением Найти Себя Потому что Знаете Люди Приходят Очень Часто Они Говорят Ну что Я Посидел На Программке Покушал Просад Положил Пожертвование Знаете У них Такое Настроение Но Когда Развиваются Разные Проекты Которые Мы Здесь Перечислили Очень Сильно Вдохновляюще То Это Зажигает Кто Кто Может Себя Найти В этом Проекте Кто Кто В том Кто Любит Служить Тулосе Кто Любит Готовить Кто Любит Пуджарить Кто Любит Проповедовать Кто Любит С детьми И так Наша Ятра Будет Развиваться И Это Очень Важно Для Дальнейшего И Также Я хочу Сказать Что Кафе Это Было Не Особо Большое Маленькое Но Даже До Сих Пор Выйдя В город Меня Все Видят И Говорят А Что Там Кафешка Работает Я Редко Выхожу В город Но Меня Все Так Говорят Кафе Работает Кафе Открылось Как Там То Это Очень Сильно Дало Такой Толчок И Я Очень Счастлива Что Была Маленькая Часть И Дальше Сейчас Поделится Я Поделюсь Чуть Чуть Попозже И Мы Видим Что Благодаря Вкладу Старших Преданных Для нас Преданных Которые Присоединились Не так Давно 5 10 15 20 Лет Назад Нам Важно Знать О Корнях Кто Был У Исток Того Что Мы Сейчас Имеем У Исток Этого Храма И Даже Если Мы Не Знаем Их Лично То В своей Памяти Для нас Очень Важно Всегда Хранить Благодарность Тем Кто Был Перед Нами Это Принципиально Важность Если Мы Не будем Помнить О них Мы Кришну Тоже Не Будем Помнить И Это Реально То Что Это Место Полюбило Очень Много Людей В Городе Те Кто Проповедует В Город Выходят Они Постоянно Вспоминают Говинда Говинда Весь Если Идти По Порядочку Мы Такой Вопрос А за Что Я Люблю Свою Общину Люди Понятно Они Любят Говинду А я Почему Люблю И Сейчас Есть Предложение На Три Минутки Обратить Внимание На Тех Кто Рядом С Нами Сидит Вот И Возле Кого-то Один Человек Сидит Возле Кого-то Два Три Поделитесь Друг С Другом В течение Двух Трех Минут А за Что Вы Любите Общину Новая Пурушотта Макшетра Город Днепр Буквально На Две Три Минутки Поделитесь Друг Другом Что Особого В Этой Общине Для Вас Минутки 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 Хри Кришна, Хри Кришна, Хри-хри Дорогие преданные, можно будет продолжить? Во время пира можете пообщаться еще. После пира. Тема большая. И сложно, наверное, закончить. Да, я вижу, они не хотят заканчивать даже. И вот это все, что вы сейчас перечисляли, нужно понимать, что это по милости преданных, по милости старших преданных, по милости гуру Парампоры, духовных учителей, Кришны. И об этом важно помнить, как мы читали сейчас в комментарии, что мы просто инструменты. И дальше по плану, просто чтобы усилить эту медитацию, за что мы любим, или даже расширить. А что можно еще любить, может быть, не все знают. Сейчас будет краткий обзор нашей общины. Будут слайды, я буду также дублировать словами. В центре нашей общины их светлости, Ши, Ши, Джаганат, Баладевы, Супадра Деви, также и Нитайгора Чандры. Вот они в центре, видно. Вот и от них отходят много разных дорожечек. Видите, я сейчас уменьшу. Это не все, потому что многие позиции, они свернуты, они не раскрыты. Мы сейчас пройдемся по некоторым кратко. Что у нас есть в нашей общине? У нас есть фестивальный департамент с огромной командой преданных. Есть кухня Кришны, в которых тоже есть разные подразделения. Есть бесценные дары, храмовая лавка. Есть департамент, красивый храм, небольшой, но он есть с лидером департамента. Есть департамент Пуджи, это самый большой департамент. И у него огромное количество поддепартаментов. Это сама Пуджа, это слуги Шилы Праупады, там целая команда Прабу. Теплица Туласи, которая, между прочим, самая большая, как минимум, в Украине и наверняка одна из самых больших в СНГ, а может быть даже и в мире. При храмах я таких теплиц практически нигде не видел. Также поддепартамент это помощники Пуджари, кухня Божеств, пошивочный цех, цветочный департамент. В цветочном департаменте есть тоже два поддепартамента. Это гирлянды и букеты, или вазочки, как их еще называют. Забота о слугах Джаганадхи. Это команда, которая заботится обо всех. И еще команда, команда, а вот команда, надо УСД, Прубую и другие. Вот. Это касается быстренько по департаменту Пуджи. Дальше у нас есть такое направление, как Бакатасева, или служение преданным. Это самое важное направление, которое, скажем, философски, идеологически, это самое важное. Потому что без этого, все остальное, если оно и существует, то недолго. Это культура заботы, которая у нас, по милости Господа, она проявляется на спонтанном уровне, часто, как-то очень, ну, спонтанно, но не всегда стабильно. Поэтому есть преданные, которые думают о том, как улучшать атмосферу нашей общины, как укреплять, усиливать, способствовать тому, чтобы отношения между преданными становились сильными. И чтобы община была сильная, нам нужно, чтобы большая семья была большой, крепкой, вдохновленной, нам нужно много маленьких семей, которые называются группы духовного общения. Это могут быть намахаты, бхакти-врикши, встречи по интересам, наставнические встречи и так далее. То есть формат не имеет значения, но имеет значение, чтобы преданные встречались помимо храмовых программ между собой и общались, воспевали святое имя, прославляли Кришну, угощали друг друга просадом и так далее. И вот этим направлением занимается команда Бхакатасевы. Раз в две недели, по пятницам мы проводим встречи здесь при храме, иногда выезжаем к кому-то в гости. Поэтому, кому интересна эта тема создания атмосферы и развития отношений, как открыть намахату или бхакти-врикшу, добро пожаловать. Подходите ко мне, подходите к Анандине Кришне Матаджи, к Мадья Пандаву Прабу, Витя Бушины Прабу, Матаджи Кришодари, Рамарупа Прабу. Это вот постоянные участники и другие. Мы подскажем, что сделать и будем делиться своим опытом. Это Бхакатасева, это вообще основа, фундамент. Благодаря тому, что кто-то отвергает какие-либо системы, они говорят, о, система наставничества, не люблю. Но мы здесь только благодаря тому, что это есть. Может быть, оно не выглядит как система, но значит, она проявлена естественным образом. Ну и мы к этому стремимся, чтобы это было очень природно и естественно. Дальше административная команда храма, в которую входит ревизионная комиссия, есть у нас даже юродел, есть санго, духовный менеджмент или совет развития, у нас есть бухгалтерия, у нас есть АХЧ, это администрация, хост части. без деталей, без подробностей сейчас мельком пробегаемся. У нас есть также совет общины, состоящий из Рамарупы Прабу, Вишадакшина Прабу, Трамкришна Прабу и я тоже где-то там рядом есть. Также Новый Майпур это огромный проект, ну так если раскрыть, так есть несколько направлений, но в Майпуре проводятся ретриты, есть храм с поклонением божествам, со стандартом практически таким же как и в нашем храме, санаторий, защита коров программа, огороды и поля там есть очень много, община преданных вокруг, там уже больше 10 семей живет вокруг Нового Майпура. Сам образовательный центр, где проходят постоянно образовательные программы и вот что это у нас было недавно на Романаве, перед Романаве, если не ошибаюсь, было новоселье в Ахимса вилледж, там возле Нового Майпура строится такая деревня для преданных и благочестивых людей, там заехали в первый домик. Ахимса производство, пщеловодство и Новый Майпур, как преданный, когда я услышал, мне очень понравилось. Новый Майпур это дача Господа Джаганадхи, он иногда даже туда выезжает. Так, у нас есть также Гуру Калавиджай Сарасвати, об этом тоже очень много говорить можно, но мы сейчас не успеем, Пища жизни, огромный проект, но, кстати, касательно этих двух проектов, они тоже беспрецедентны, в Украине как минимум нету ни одной такой подобной школы, как у нас школа Сарасвати, Гуру Кула, и, скажем, и касательно пищи жизни, несколько месяцев назад была встреча лидеров проекта пищи жизни с разных городов, и там давали некоторым преданным слово, чтобы они делили своим опытом, и полтора часа заложили на то, чтобы лидер пищи жизни города Днепра Юра Варава поделился опытом, который у нас здесь есть, и он свои полтора часа проговорил, потом должен был Гавра Пурнима Прабу говорить, но было столько живых вопросов и практичных, что он не успевал, и он говорит, Гавра Пурнима Прабу, Ваша очередь, Гавра Пурнима Прабу, говори, говори, это актуальнее, это касательно пищи жизни, но еще услышим что-то от пищи жизни сегодня, дальше, что у нас есть еще, Говинда, мы немножко дальше поговорим о Говинде, у нас есть преданные такое направление, как забота о вонапрасках, и здесь сейчас настоящий момент, вокруг храма живут преданные, которые уже перешли в формат, или, скажем, на период, когда они полностью себя посвящают служению и отошли от активной внешней деятельности. Матаджи Джарати, Вриндаране Прабу, Раджабхати Прабу, Матаджи Джайши, Матаджи Шакунта, Лагатат Градж Прабу, и вот они живут здесь, рядом с храмом нашим, и преданные стараются заботиться о них. Ведическая академия под руководством Ишадакшины Прабу, с всевозможными курсами, водный курс, Бхакти Шастры, Школа Бхакти и многие другие курсы. Есть Ашам Байшнави, которые как пчелки крутятся и вертятся здесь, чтобы все было чистенько, аккуратненько, чтобы было комфортно преданным, которые служат божествам, и Кухня Божеств тоже под их руководством, там огромное количество деятельности. Есть также у нас департамент Подосевы, который заботится о поддержке храма, в каких-то аспектах, в плане чистоты, но совсем не справляются, это небольшая совсем команда. Также есть Ашам Брамачари, все, да, нашим Брамачари и закончим. Это краткий обзор по каждому из направлений, там есть много разных веточек, было что-то новое для кого-то? Хорошо. Мы перейдем тогда к проекту, который недавно был перевоплощен, это проект Говинда, я расскажу историю того, как это произошло, это перевоплощение. Когда 24 февраля, два года назад, начались военные события в Украине, то все мы знаем, что все в Украине, по крайней мере, здесь у нас в Днепре остановились работа всех кафе, ресторанов, на первые дни все начали объединяться для того, чтобы делать коктейли и так далее. В общем, все начали заботиться о том, как защититься и, естественно, кафе перестало тоже работать в стандартном режиме и у нас начала развиваться программа пищежизни и уже буквально через неделю, через две мы начали использовать, а может быть, даже и быстрее начали использовать пространство Говинды для деятельности пищежизни. И так продолжалось около года, даже больше, но где-то через год начались подниматься разговоры о том, что, а может быть, как-то перезапустим, запустим опять возобновим работу Говинды, и причем это через год преданным начали говорить, но на протяжении всего времени, несмотря на военное положение, чуть ли не каждый день приходили люди и говорили, а кафе работает, а кафе работает, а там пищежизнью раздавали, ну им давали порции из пищежизни, и они счастливо шли дальше. И Горгададхар Прабу, который на протяжении многих лет развивал этот проект и руководил им, он уехал из Украины за несколько буквально недель до 24 февраля, и его не было в Украине, он предлагал свое служение, он дистанционно хотел тоже продолжить, но мы настояли на том, что надо, чтобы кто-то здесь на месте из общины преданные, которые знают, мы предложили такой вариант, у нас было небольшой дискуссии в этом плане с ним. И поднялся вопрос, кто же возьмет эту ношу на себя, и из месяца в месяц мы думали стартануть еще зимой прошлой, зимой это было, да, зима, зима, нет, еще осенью, осенью мы пытались найти кого-то, кто мог бы взять этот проект под ключ, ну я так представлял в своем воображении, кто это возьмет и вот все задачи на себя и такого человека не нашлось, не нашлось, прошла осень, потом прошла зима, я думал зимой начнем, перепутал сезоны, это было не так, была весна, лето, и потом уже осень началась, и уже осень заканчивалась, и думаю, боже, если сейчас не начнем, то все, как бы уже зима, если начнется, то это все, еще на год мы ничего не сделаем в этом направлении, и тогда, благодаря общению с преданными тоже пришла такая идея открыть Говинду один раз в неделю по воскресеньям и проводить такие программы, чтобы туда преданные готовили кто что может и распространять за пожертвованием всем преданным общины и всем гостям, кто захочет, чтобы они могли приходить и вот там проводить какое-то время, и вместе с этим мы думали подготовить это пространство для того, чтобы мы могли там проводить программы общины и проповеднические программы, такие как мантра йога, духовные киновечера, проводить встречи учеников и так далее, подобные направления, и потом нормально будет один раз в неделю работать в такой формат, а в другие дни мы будем задействовать для разных проповеднических программ и для встреч преданным, и началась картика и было очень сильное желание начать проводить эти программы во время картики, картика благоприятный период, любое действие во время картики духовное, оно усиливается в тысячи крат и была мысль такая, все нужно начать в картику, и я думал, что через неделю от начала картики мы начнем проводить эти программы, но было понятно, что нужно немного улучшить пространство, потому что это были склады пищи жизни, была точка выдачи просады и так далее, там дальше немножко будет изображение в каком виде Говинда была, и была такая мысль, идея немного изменить концепцию, потому что ранее Говинда была продолжением в алтарной комнате, она в формате двораки, у нас здесь такое благоговение, айшвария, поклонение Господу Джаганадхе, как Шримандир Джаганадхапури, но вот не хватало Вриндавана, хотелось Вриндавана, и мы думали, а что такое Вриндаван? Вриндаван это деревня, это натуральные элементы, материалы, это дерево, экологические материалы и так далее, и думали, что ну чуть-чуть какие-то пару вставочек сделаем каких-то, мы вот я общался с разными преданными, творческими преданными, дизайнерами, и после общения с разными преданными дизайнерами моя голова начала трескаться напополам, как говорят, два юриста три мнения, а вот два юриста, ой, а два дизайнера пять мнений, и один преданный зашел, он говорит, ну в принципе тут все нормально, вот особенно обои, обои классные вообще, вот такой цвет хороший, персиковый, нектар просто, еще хорошо сохранились, захожу с другими преданными, которые тоже вроде чувствительные к пространству такие заходят, ну классно, здесь все хорошо, только вот обои все портят, полностью противоположно, и я ломал голову, мы с преданными думали, как же это все делать, и однажды на приветствии божеств, я смотрю на Нитайгора Чандру, и поражаюсь, думаю, как такое возможно, как можно так сделать, чтобы вот реально, божества, они же живые, они в динамике, и вот преданный так украсил их, что они вот просто в полете танца, и чадары так объемно развиваются, и гирлянда летит, и бусы летят, щамалила, кто знает, щамалила, и мне в этот момент, я вспоминаю, вот до этого я с кем, с разными преданными общался, но я забыл, что щамалила пробовал, много лет он работал в конструкторском каком-то бюро, он чертил, рисовал, плюс я еще вспоминаю, что он фотограф, я смотрю на божество, они же живые, они же реально живые, я думаю, точно надо с ним пообщаться, в общем, я на свою голову пообщался с ним, два часа мы общались после этой пуджи, мы зашли в Говинду, и там он сказал, что нужно все переделывать, нужно потолок белый, красивый, светлый, потолок нужно красить в темный цвет, я думал, боже, ну это же так сложно, тяжело, нужно же найти теперь, а кто это красить будет, и в общем, после общения с ним все начало развиваться, мы определили, какие у нас все-таки будут стены, и я понял, что нужно просто предаться одной личности в плане концепта дизайна, и после этого начали происходить разные чудеса, а также мы еще с преданными, там, с Аковратой я пробую советовался, а как нам лучше внешне там его подстроить, потому что этот пластик, который там уже побитый был снаружи, и вот с этого момента начали интересные ситуации происходить, касательно внешнего пространства, вернее, внешней отделки, Аковрата Прабу посоветовал, говорит, лучше всего сделать утепление, закрыть пенопластом этот пластик старый, и два в одном, и внешность изменится, и плюс еще и утепление будет, и тоже мистическим образом, где-то каким-то образом я пересекся с Жением Титарем Туркиным, Евгением Туркиным, и я узнал, что он занимался утеплением, я как-то с ним созвонился, и так получилось случайно совершенно, что на этот период у него не было работы, и я попросил, а ты можешь помочь мне, и он говорит, да, помогу, и он пришел, он посчитал площадь пенопласта, сколько нужно, и пока он читал, я был вашими, и ко мне пришел один преданный, с которым я встречаюсь, он не так часто приходит, а раз в месяц мы с ним общаемся, и пока я с ним общался, Женя уже подсчитал, сколько нужно пенопласта, и он приходит и говорит, все, я посчитал, сколько пенопласта нужно, и этот преданный, который рядом со мной сидел, это был Богдан Забора, он говорит, о, вам пенопласт нужен, я недавно дом утеплял, а сколько вам нужно? и Женя говорит, нам нужно 32 квадратных метра, он говорит, о, у меня 34 осталось, совпадение, это одно из первых совпадений было, потом интересный тоже такой момент, когда мы с потолком начали разбираться, кто же будет красить, и я вспоминаю, что у нас есть умелый преданный, Дхиранга Прабу, откосы на подоконниках, вот эти вот, видите, они такие блестят, подобно мраморным, это его рук дело, и не только это, я вспоминаю, что он умелец, я к нему обращаюсь, рассказываю об идее, о том, что вот, хотим перевоплотить Говинду, хотим, чтобы это было таким проповедническим местом, мостиком между социумом и храмом, будем проводить там мантра-йоги, плюс вот это направление кафе, встречи учеников и так далее, вот это все говорю, ну, нужна помощь, нужно покрасить потолок, и он говорит, да я бы с радостью помог, если бы хотя бы несколько дней назад обратились, у нас завтра начинается проект, который мы давно уже ждали, и мы будем заняты в течение месяца очень плотно, не вариант, я такой, мы думаем, боже, где же искать, кого же красить, кто же покрасит, и на следующий день, в обед я выхожу сюда в просадхол, смотрю, сидит Игранга Прабу, я не понял, он же вроде бы должен был уже начать работать, я подхожу и спрашиваю, а каким образом, что случилось, он говорит, я не знаю, какой-то форс-мажор, проект отложили, я пришел красить потолок, и он вместе с Судамой Прабу, ну и преданные наши тоже местные, тоже помогали, и они вот сделали тот потолок, который у нас есть сейчас, ну и внутри тоже там столько, это бесконечно, это можно как бы не то, что за два часа, не расскажу, ну вот интересно тоже одну ситуацию, одного преданного, я знаю тоже, что у него руки из нужного места растут, его Саша зовут, Саша Запорожец, его по фамилии мало знает, но мы его там дальше увидим, я его попросил провести демонтаж перегородок, кто помнит, раньше восточная зона, она была отделена перегородками, гипсокартоном, там были колонны еще такие, и мы же думали там проводить мантра-йогу, и невозможно проводить за перегородками, а вот эта восточная зона идеальная сцена, ну я его попросил демонтировать, и он это сделал там буквально за, полчасика, и потом, в общем, обои, ну да, нужно обои, он ободрал обои, а потом он оказался специалистом по отоплению и по электрике, и он начал раскрывать всю правду о том, как у нас там устроена электрика, как там отопление, и вот те преданные, которые были раньше в Говине, они знают, что зимой там всегда было холодно, всегда было холодно, и в общем там подошел уже такой момент, я говорю, Саша, ну а как вы будете более счастливы, если мы здесь просто что-то там подкрутим, или все поменяем, и он говорит, надо все менять, я думаю, боже, и в общем, наши были дедлайны, я думал, через неделю мы уже проведем первую программу, но я понял, что нужно перенести, я перенес там на неделю, но неделя прошла, и я понял, что нужно еще переносить, мы переносили несколько раз, потому что с каждым днем у нас задач приходило все больше и больше, просто мы куда ни копнули, все нужно было бы там переделывать, и вот Саша начал демонтаж отопительной системы, и мы понимали, что не хватает рук, начали тоже думать, кто может помочь, и интересно, и на этот период преданные Брамачари, они уехали на выездную, они уехали на выездную, и Макунагуранга Прабус выездной звонит и говорит, вот Матаджи из Умани позвонила мне и спрашивает, есть один преданный, который хочет приехать на недельку в храм, и он мне пересылает это сообщение, ну и у нас есть эта программа, монахи выходного дня, когда приезжают на какой-то период, на выходные или на недельку, преданные из разных городов или даже из нашей общины, чтобы пожить, прочувствовать атмосферу храма. И обычно мы интересуемся и преданные, какую характеристику дают, ну он нормальный, он не курит, не пьет, мясо не ест, джапу повторяет, обычно такие характеристики. Но мне Макунагуранга перебросил ее сообщение, и она там дала всю историю его трудовой книжки. Он такой специалист, он умеет экраны крутить, он и варит, он и то, и сё. Макунагуранга Прабус спрашивает у меня, что можно, чтобы он приехал? Я говорю, когда? Он в понедельник. Я говорю, в пятницу пусть приезжает, до выходных. Я не знаю, кто это, и я вообще не знаю, он вообще согласится нам помогать, а у нас через две недели уже картика заканчивается. Пусть приезжает, но там посмотрим, надо же как бы вдохновение, главный принцип, если он не будет вдохновлен, если он захотел просто погрузиться в всё то и имя, то кто же запретит ему? Ну и приезжает Дмитро, мы его встречаем, на Мангаларе я встретил его, ну я ему потом рассказываю. У нас тут, в общем, есть проект такой, Говида называется. Мы хотим, чтобы там преданные проводили программы, чтобы были клубы, чтобы были мастер-классы кулинарные, мантра-йога, и чтобы просад распространялся. Ну, в общем, идейную, идейную составляющую передаю ему, нужна помощь. Он говорит, да, не проблема вообще. И он очень легко и вдохновлённо присоединяется. И каждый день в течение недели, кроме утреннего духовного блока и вечернего службы, весь день он помогал там, Саше Запорожец, Запорожецу, наверное, который потом сказал, если бы он не пришёл, то бы мы ничего не сделали. Как он вообще пришёл? Он именно в то время, когда нужно было. Ну, наверное, совпадение. Милости Господа Джаганадхи. И таких вещей было очень много. Их сейчас я все просто не успею рассказать. И оставалось уже буквально два дня до... Какая два дня? Оставалось три дня до окончания картики, а нам надо было провести три программы. Мантра-йогу, провести вот кофейный вариант, распространение просада и духовный вечер, киновечер. И вот сейчас коротенькое, буквально минутное видео за день до проведения мантра-йоги. Ну, получается, картика заканчивалась в понедельник, в понедельник это был последний день. Вот это видео с пятницы. Надеюсь, звук будет, да? Нету звука. Это 25 ноября. День проведения... А, это день проведения, простите. То есть это получается суббота. Сейчас, вроде бы уже пошел. Да, отлично. Где звук? А, он с этого. Сейчас, секундочку. Со звуком будет интереснее. Похоже, динамика... Можно? Хотя бы так. А где-то там надо найти его. Друзья, очень интересно. Вот так ненавидит. Ну, бесконечно, простите. Я думал, он там на всю. Простите. Давайте повторим Харея Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare 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 Хари, Рама, 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 Хари, Хари К Intern. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Этот день проведения первой мантра-йоги Пять часов начало Вот здесь вот вечером программа Пробу закручивал, ставил свет И здесь тоже такой кратенький обзор того, как это было Тут сейчас история с самого начала, за одну минуту до проведения первой мантра-йоги Тут будут кадры и из духовного киновечера, и будет кадр также из кофейного варианта Формирование ведического пространства Говинда Переходим из формата 2-рокея в формат миндал Субтитры создавал DimaTorzok Формирование Говинда сегодня И все это было возможно только благодаря тому, что это реально был проект Общины Десятки преданных участвовало в подготовке этого пространства И я лично горжусь всеми преданными, которые там принимали свое участие Несколько слов Так, может быть, лучше будет Несколько слов о том, какие мы ставим цели и какая концепция Говинды Какая-то произошла ошибочка, ну окей, хорошо-то Первое, это проповедовать посредством распространения просада всем жителям города, преданным и гостям города Также проведение проповеднических программ, мантра-йоги, философских клубов, духовные киновечера, кулинарные мастер-классы и прочие программы Также это место встречи для преданных, дни рождения, свадьбы, встречи учеников и другие Также нам не обязательно идти куда-то в другое место, сейчас есть место, где мы можем проводить подобные программы Создание альтернативы мирским кафе и ресторанам Распространять культуру пожертвований и духовных взаимоотношений И какую концепцию мы пытаемся воплотить, и я скажу честно, что мы еще не реализовали это в полной мере, потому что это связано с сознанием А сознание быстро не меняется, но это та цель, к которой мы вместе с командой преданных идем Помещение Говинды, оно находится на территории храма и принадлежит, это как департамент храма, принадлежит храму И по закону, как религиозная организация, мы не можем заниматься предпринимательством на территории храма Поэтому идейно Говинда, вот именно в контексте распространения просада, это продолжение просадхола Только с большим сервисом И соответственно, как и в просадхоле, мы каждый день раздаем просад за добровольные пожертвования И мы выбрали такую модель взаиморасчета с гостями, pay what you want называется Плати сколько хочешь или сколько чувствуешь, pay what you feel С указанием, ну мы встретились, когда первые дни по воскресеньям мы только проводили программы И мы раздавали просад преданным, и говорили, вы можете пожертвовать И преданные очень смущались, они не понимали, сколько они могут жертвовать И тогда мы начали указывать благотворительную ценность, примерная сумма, благодаря которой мы можем продолжать выполнять это служение И мы провели несколько таких воскресных программ И каждый раз был запрос, а когда вы откроетесь еще в остальные дни Когда вы откроетесь в остальные дни И тут Кришна тоже случайно проявил Матаджи Сын Живани Расу Которая оказала, что мечтала попробовать себя реализовать в таком направлении И она согласилась, и мы начали думать, как расширять количество дней с воскресенья на еще плюс добавить субботу И потом уже все остальные дни И поэтому нам пришлось усиливать и команду персонала И поскольку это ежедневная работа, ежедневная занятость Пришлось со временем указывать вот это пожертвование, которое может позволять служить дальше и развивать этот проект Благотворительная ценность она выросла Но сам принцип, и у нас были просто такие моменты, они не очень комфортные для посетителей были Когда написана благотворительная ценность, но из-за того, что еще нет глубокого понимания А как это так, что я действительно могу пожертвовать, сколько сердце пожелает То были некоторые недопонимания в этом плане Но заявляю с упованием на милость Господа То, что этот принцип, он работает То есть это добровольное пожертвование Человек может пожертвовать больше, может пожертвовать меньше Расчет идет на сознательность людей И когда преданные об этом слышат, они не верят Но вот когда гости приходят, они говорят Да, да, точно В нашем городе достаточно сознательных людей Они понимают это Это приехали ребята из Кривого Рога, они посетили Они так, вау, классные И они были очень счастливы То есть глубинно у нас нет цели получать какой-то сверхприбыли от этого проекта Вместе с этим понятно, что мы хотим, чтобы этот проект был самодостаточным, самоокупаемым И когда это произойдет, то мы знаем, что у нас есть очень много программ И храмовые программы, проповеднические программы Куда мы сможем направлять эти сверхпожертвования Но на данный момент этот проект существует благодаря тому, что его поддерживают преданные И на сегодняшний день С момента перевоплощения Мы уже провели три мантра-йоги в Говинде Два духовных киновечера Мастер-класс по выпечке хлеба Встреча с активистами, волонтерами и их представителями из Кьольна Была такая программа совместно с Пищей Жизни В Ясапуджа была проведена Его Святерство Ранат Свами Махаража Встреча учеников Его Святерства Бхакти Вигьяна Гасвами Махаража Дни рождения проводились также уже И кадршная программа была одна Проведена там Распространение просада Шесть дней в неделю сейчас осуществляются И другие программы Это то, что вот сейчас момента перевоплощения Нового открытия уже происходит в Говинде И еще раз скажу Это заслуга всех вас И я сейчас буду доказывать это Матриджи Сын Жиньераса Вы хотели бы сказать Перед тем, как я докажу о том Что это заслуга всей нашей общины Несколько слов о том Что на сегодняшний день у нас происходит в Говинде Матриджи Сын Жиньераса Она согласилась Взять ответственность За этот проект Микрофончик включить Харе Кришна, дорогие преданные Я хочу поблагодарить Совет Храма Президента Храма И всех преданных Которые доверили мне Это ответственное служение Я постараюсь Оправдать их доверие И хочу сказать, что У нас в Говинде Собралась очень такая Команда творческих И очень любящих людей И преданных в том числе Поваров Официантов Раздатчиков Постомойщиков И всех остальных Кто причастен к этому проекту Которые очень правда Подходят к своему служению и работе С творчеством И со всей открытой своей душой И открытым сердцем И они постоянно совершенствуются В своей деятельности И придумывают все новые Новые блюда И сейчас у нас появилась еще Команда кондитеров Которые просто волшебные Делают изделия И мы всегда очень рады Видеть гостей Потому что нам всегда Очень хочется Их порадовать Вкусным просадом И по сути дела Мы там находимся Только благодаря этой цели У нас как бы нет другой цели И как говорил Яшида Кумар Прабу Что это действительно Продолжение нашего Департамента Это продолжение храма Это как департамент нашего храма Я бы хотела всех пригласить Пожалуйста Приходите к нам Потому что мы всегда очень рады Всегда очень стараемся И каждый раз мы будем Обновлять наше меню Сейчас у нас там в планах Есть тоже Очень интересные блюда И я хотела еще поделиться Своим личным опытом Яшида Кумар Прабу Рассказывала Про всякие волшебные штуки Которые происходили И у нас они тоже Происходили постоянно И вот со мной Был такой случай Несколько вернее Я в 2000 году Первый раз попала в Говинду И я не помню Кто был повар Короче я там первый раз Попробовала королевские кофты Меня это настолько вдохновило Что я каждый Потом этот повар ушел И кофты прекратились Там свое существование И когда меня пригласили менеджером У меня там в голове Сложился какой-то определенный план Что мне нужно Я очень хотела Чтобы все преданные Это чувство Вот этого вкуса Ощущали постоянно И представляете Проходит там буквально Не знаю месяц или сколько Я провожу собеседование С матаджей Которую мы хотели взять поваром Я говорю Что вы умеете Она говорит Я готовлю там много лет Божествам в запорожском храме А я говорю А что вы готовите И первое что она там произносит Она говорит Кофты И я такая говорю Мы вас берем Она смотрит И говорит Что и все Я говорю Ну в принципе да Если мы вам подходим То мы вас берем Потом у меня была Такая мечта Значит Кондитеры Тортики Тортики Значит Это мое слабое место И я всегда помню Тех кондитеров Которые у нас были В Говинде Особенно В Раджагопе Которая готовила Просто какие-то Божественного вкуса Изделия свои И я думаю Ну как же нам быть И тут нам значит Говорит Матаджи Шакунтала Что вот Мариночка Она печет тортик Шьяма Который у нас был Там в Говинде А это был Мой самый любимый торт Я на протяжении 15 лет Его все время Заказывала На все дни рождения Своей большой семьи И я говорю О да Нам подходит И мы значит С ней начинаем Сотрудничество И все в восторге От этого тортика Ну когда к нам Приходят наши кондитеры Мы как бы Вынуждены отказаться От ее услуг Потому что у нас Как бы своих Уже много изделий Даже холодильник У нас не вмещает Уже все Что они готовят И тут я говорю Как бы нам так Чтобы этот рецепт Возобновился И я спрашиваю Матаджи Кришодерин Говорю Вы можете поговорить С Раджагопе Чтобы она нам Этот рецепт Подарила Назад В Говинде Она говорит Да я с ней поговорю И на следующий день Приходит этот торт Поэтому Мы сейчас Начнем его готовить И если есть Те которые Его очень сильно любят Мы всех приглашаем Поэтому Я еще раз Хочу вас всех пригласить Пожалуйста Приходите Мы вас Очень рады Всегда видеть Будем вас радовать И Хотим Чтобы вы Стали нашей семьей Харе Кришна Харе Кришна Итак Я сказал о том Что это Общинный проект И Сейчас я докажу Мы Я понимаю Что преданные Они Выполняют служение Они не ожидают Благодарности Свою сторону Они не хотят Чтобы их прославляли Тем не менее Мы попытались Вспомнить Каждого Кто Принял Участие Вот В этот период Восстановления И Я хочу назвать Этих преданных Я хочу Чтобы Вы Вы Все Знали Их В лицо И По Именам Тоже Мы Сейчас Быстренько Пройдемся Вот Вринтава На товару Пробук К сожалению Я не нашел Фотографии Но Он Сделал Один из первых Пожертвований На Ремонт Также Никита И Мария Сазонова Мы Кстати Мы Понимаем Что Семья Это одно Целое И если Кто-то Из них Участвовал То мы Понимаем Что это Прославление Всей семьи Поэтому Мы Их Одновременно Тоже Называем Итак Никита И Мария Сазонова Они Пожертвовали И Помимо Этого Никита Организовал Разные Работы И Сейчас У нас Еще В процессе Мы Продолжаем Делать Козырек Это Благодаря Никите Также Они Пожертвовали Батареи Шпаклевки Пенопласт И многое Другое Еще Дополнительный Пенопласт Помимо Богдана Кирилл Юлия Степанчук Они Жертвовали И Перевозки Тоже Организовали Примараса Прабу Тоже Поучаствовал Пожертвовал Тюки И Не только И Также Самое Главное Делился Вдохновением Самой Идеей Концепции Духовного Взаимообмена Алексей И Юлия Ломаки Они Жертв Пожертвовали Дерево Которое Использовалось Очень много Внутри В пространстве Также Лакшми И Помощь руками Была Ведя Бушина Прабу Матаджи Крешо Дарив Пожертвования Организация Привлечение Преданных И многое 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 Другое И Также Не прислала Матаджи Санжил Ни раз Мне фотографию Свою И Своего Супруга Которые Также И в организации Участвовали Супруг Пожертвовал Посуду И Многое Многое Другое Намакри Прабу Приехал Из другого Города Говорит Я тоже Хочу быть причастным И пожертвовал Денег На Перевоплощение Говинды Вадим Прабу Константин И Матаджи Алена Они тоже Жертвовали Константин Батарею Пожертвовал Собственного Горожа И еще Трубы Абхайна Прабу Матаджи Амлетакишори Также Сергей Виктория Они тоже Участвовали В пожертвованиях Богдан Забора Вот Тот Который Пожертвовал Пенопласт Ровно столько Сколько Нам нужно было Для начала Матаджи Людмила Ее мало Кто знает Справа Она Но мы Сейчас Сидим На дорожках Которые Много лет Назад Она тоже Пожертвовала Здесь В алтарной Комнате Ершовы Александры Матаджи Лолита Бриндауни Они тоже Делали Пожертвования И Шваракешова Прабу И Матаджи Янина Они тоже Жертвовали И Шваракеша Прабу И Матаджи Санкен Кунжа Они пожертвовали Освящение Они освятили Все освящение Которое В Говинде Это их Вклад Артем И Аня Фомина Их мало Кто знает В нашей общине Они сейчас Не в городе Но они Все равно Участвовали Они пожертвовали Стулья деревянные Которые Сейчас в Говинде Также Матвукари Прабу Матаджи Матаджи Они Участвовали В форме Разных Служений Александр Кананчук И Николай Прабу Жертвовали Судаканта Прабу Хоть он уже Уехал он сейчас В Европе Или Пока в Европе Да Он Дистанционно Жертвовал Деревянные изделия Также инструменты Давал для того Чтобы мы могли Делать ремонт Сергей Помощь руками Наш Который занимается Сейчас дровами Антон И Юлия Колупаева Они тоже Жертвовали Щам Лила Прабу Наш главный Дизайнер Ну и он Еще выполнял Много разных Служений Елена Художник Это тоже чудом Как она Проявилась Случайным образом Дима Который Занимался Тоже участвовала Выполняла Разные служения У Димы Помощник Артем Был Тут Без фотографии Нитянанда Сурупа Прабу Он установил Свет Ольга Николаевна Изготовление Подушек И пуфиков Иван И Алла Шостак Работа С деревом Кулак Шихар Прабу Матаджи Таравали Работа С деревом Эдуард И Татьяна Свиньком Изделия Из нержавейки Матуканта Прабу Из Павлограда Столешницу Окна, которая стоит Это он ее сделал И Шагапинат Прабу Бывший Игорь Морозов Помощь руками Вишвананда Прабу Перевозки И прочее Даня Участвовал Данил где-то был Здесь в уборке Джайанта Крит Прабу С его огорода Мы использовали Глину На стены Он тоже Поучаствовал Адишеша Прабу Матаджи Лолита Прие Манджари Поучаствовали Евгений И Марина Туркины Утепление Вот Александр Запорожец И Дима Верба Дима Верба Это тот Который Джаганат Прислал Его тут не узнать Но он в процессе Был Как раз И он неделю Здесь побыл И он так пропитался Той атмосферой Которую вы Создаете В нашей общине И через Буквально Через две недели Он позвонил Сказал Что-то Как-то сильно Беспокоенно Живется А в храме Было так хорошо И он сейчас Приехал И он второй завхоз В нашем храме А также Вот Александр Кравчук И Вячеслав Беляев Вячеслав Беляев Наш завхоз Александр Кравчук Там под устоп Господа Читани сидит Виктория Матаджи Хендмейт Вот эти Удивительные Как они называются Абажурчики Да Сплела Бавандарай Прабуи Матаджи И Тануши Учет финансов Всех пожертвований Которые вы делали Беранда Прабуи Судама Прабуи Тихо 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 Покрасили потолок Максим Стошенко Очень много всего делал С Денисом Со своим помощником Максим Стоценко У него было Разное там служение Дима Рубицы И Алина Рубицы Выполняли тоже В принципе Разные служения И пожертвования И вот изготовление Этих уникальных Удивительных ручек И вешала Которые у нас в Гвинде Это делорук Димы Вамана Прабуи С Новомайя Пура Участвовал Материалами Строительными Виталий Артемьев По мебели помогал Владимир Каляда Там много разных служений Абирамта Кур строительные Работы Ашрам Вайшнави Тоже участвовали Прямыми и косвенными Способами Матаджи Лилешвари Гаранги Кешвари Радаха Татьяна Каролина Матаджи Никунджа Кешор Прабуи Матаджи Тарини Кешори Разные служения Выполняли Там убирали Яковрата Прабуи Матаджи Мадира Много разных служений Строительные Там не только Тушта Кришна Прабу Тоже поучаствовал Браджабанху Прабу И Наталья Он По электрике Помогал По установке Освещения И другие служения Алексей Кузьмич Тоже выполнял Разные служения Вся община Даял Кришна Прабу Гаданграш Прабу Сарва Ситхи Прабу Шанкарарани Прабу Солочина Прабу Это Калифеи Преданного служения Они сделали Свой вклад Также Каждый из них Александр Лихачев Александр Кучерявый Вы видели на видео Тоже участвовали Виталий Виталий Бабенко Разные служения Выполнял Это В руках У него Хлебушек Если что Арунчатани Прабу Это Преданный Который У нас Когда-то Учился На школе Бхакти Он Разработал Наш Логотип Здесь Можно Увидеть Эволюцию Этого Логотипа Который У нас Сейчас Есть В нем Есть Тоже Смысл Но Я Сегодня Уже Не буду О нем Рассказывать И Вот Первая Мантра Йога Которая Была Проведена Благодаря Этим Преданным Которые Участвовали В первой Мантра Йоге Мы Успели Потому что Если бы У нас Не было Ответственности Перед тем Чтобы Подготовить Эта Простанация Мы Наверняка Не Успели И В первой Мантра Йоги Участвовали Арджуна Кришна Прабу Миша И Алиса Лакшман И Алиса Рамачандра Прабу Матаджигай Три Васуда Прабу И Лиза И Максим Доценко Спасибо Вам Большое И С каждым Из них Я тоже Общался О том Как Сделать Эту Пространство Для Того Чтобы Там Было Комфортно И Удобно Проводить Мантра Йоги Харе Краткая Презентация У нас Осталось 15 минут На все остальные Вопросы Некоторые Вопросы Мы Возможно Перенесем На следующую Встречу Вы готовы Дальше Мы говорили Что будет Интенсивная Работа И Шастри Предписывают Что В первую Очередь Нам Нужно Заботиться О Женщинах Стариках Мрамонах И Коровах Слышали Такое И Вот Улучшение Условий Для служения 14 комнаты Это Наша Забота О Женщинах О Наших Вайшнави Прекрасных Которые Приходят И Выполняют Различные Брамонические Служения Служат В Пуджарской Пуджай Как Пуджаре Как Также В Цветочном Департаменте В Других Департаментах Где И Для Служения Если Им Нужно Переодеться Иногда Переночевать Принять Омовение Используется Для этого 14 комната И Она Оказывается Я недавно Об этом узнал Находится В ужасном Состоянии И Я Просто Несколько Буквально Фрагментов Сегодня Запечатлил Вот Мы Можем Увидеть Ободранные Вымазанные Порванные Обои Лутки Это Внутри Вход В душевую Куска Лутки Нет С замком Вообще Непонятно Что там Было Кого-то заперли Наверное Аматэджи Хотел И не раз А они Хотели Пойти На служение Поэтому Они все равно Похоже Вместе С Луткой Все Вылетало Вот Тут Обои Подоконник Поломанный И вот Здесь Вот тоже Есть Это Видео Это Вход В душевую Здесь Похоже Там Все Оно Процвело Такое Уже Мокрое И Нужно Похоже Пол Подрывать И плитка Такая Уже Страшнючая Ну Точно Не Стандарт Для Вайшнави Вот Это Мои Суждения И не только Мои И Матаджи Анандинепурна Которая Периодически Пользуется Услугами Этой комнаты Хочет Поделиться Своими Непосредственными Ощущениями Для того Чтобы Всех Нас Вдохновить Участвовать В служениях И программах Которые Чуть Ближе Которые Мы Проводим Вот Я Честно Преданно Поделюсь Вот Касательно Говинды Тот Опыт Который Мы Переживали С Преданными Он Вообще Неповторимый То Вдохновение Энтузиазм Который Был И Проживали Преданные И Сейчас До сих пор Некоторые Находятся Продолжают На этой Волне Я Понимал Что Вот так Кто Придет Что-то Сделает Ручками Кто-то Дерево Пожертвует Кто-то Денежку Пожертвует Кто-то Организации Кто-то Что-то Подвезет И все Нектаром Накрывает Всех Спать Не хотелось Преданные За два Дня До Первой Мантра Йоги Они Говорят Все Мы Будем До Последнего До Рабочие Которые Придут Все Сделают Ну Неинтересно Это Не то Это Не то Ради Чего Мы Здесь Все Собираемся Мы Собираемся Для того Чтобы Наполняться Этим Духовным Опытом Совместного Служения Это И Сан Киртана Вот И Поэтому Хочется Вот Матыши Тоже Скажет Несколько Слов Для того Чтобы Мы Еще Глубже Осознали Эту Истину И Пожелали Хоть Как То Хотя Чуть Чуть Но Поучаствовать В этом Небольшом Проекте Еще Буквально Пару Слов У нас Есть Сейчас Тоже Мечта Такая Цель Мы Хотим У нас После Войны Как Начались Действия С 24 Февраля У нас На кухне Непосредственно Поскольку Были Большие Движения У нас Стандарт Чуть Мягко Говоря Снизился В плане Чистоты Потому Что Не успевали Все организовать И сейчас Мы понимаем Что оно Более-менее Как-то Устаканилось И мы Хотим Навести Максимально Насколько Это возможно Порядок На кухне Кришны Потом Мы хотим Также Еще Больше Улучшить Стандарт Чистоты И порядков На территории Храма Внутри Храма И Также Следующим Этапом Порядок И чистота На всей Территории Храма И После Этого Можно Думать О том Как нам Расширять Храма Потому что Реально Мы сюда Не вмещаемся Но Сначала Нам нужно Проявить Вот этот Совместный Вклад И Получить Опыт И традицию Того Что мы Можем Брать И вместе Делать Достигать Успехов В направлениях А в направлении Очень много И поэтому Сейчас Мы Вместе С вами Все вместе Проявили Говинду Касательно Говинды Если есть Идеи Пожелания То Вы Обязательно Давайте Обратную Связь Мы Хотим Чтобы Это Было Общинным Проектом Вот И Следующим Таким Маленьким Тоже Маленькая Программа Маленьким Проектом Для всей Нашей Общины Это 14 Комната Мы Хотим Чтобы Мы Вместе Не Поучаствовали Теперь Ваше Слово Ари Кришна Дорогие Преданные Я Хотела Предложить Нам Всем Вместе Позаботиться О Наших Вайшнави Пуджари Это Удивительные Личности Которые Ну Которыми Я Очень Восхищаюсь Они Ночуют В храме Встают В 2 В 3 Утро Идут Будить Божеств Проводить Пуджи Это Очень Непросто И Ну Нужно Позаботиться Об их Здоровье Потому Что В 14 Комнате Из-за Того Что Там И вентиляция Плохая И Там Пол Не плитка То есть Там Линолеум И все Что под Линолеум Затекает Там Плесень Ну Вы понимаете Да Что Плесень Это Разрушение Здоровья Это Очень Опасно Для Здоровья Ну И Последний Раз Наверное Я не знаю Ну При мне Там Не было Ремонта Вот Я уже Я не Помню То есть Там Матаджи Пытаются Конечно Поддерживать Насколько Там Может быть 7 метров Квадратных 6 Может быть И в ней Вот Огромное количество Матаджи Каждый день Готовится К служению Вот Поэтому Очень Очень Важно Чтобы Это Было Помещение Комфортное И Чтобы Оно Не Разрушало Здоровье Чтобы Наши Дорогие Матаджи Были Здоровыми И Продолжали Своё Служение Вот Ну В принципе На фотографиях Часть Показана Ну Там Много Ещё Всего Можно Найти Мелочей Каких-то Которые Нужно Сделать Спасибо Большое Преданно Есть предложение Чтобы это был Следующий Совместный Проект Общины Есть Предложение Чтобы это был Следующий Совместный Проект Общины Где мы Можем Все Вместе Собраться И Проявить Себя Потому Что Самое Главное Это Не Результат А Это Воспоминания Вот Эти Все Истории Которыми Мы Можем Поделиться Вспомнить Куда То Поехав Где То Оказавшись Что У меня Есть Семья И вот Семья Она Определяет Как раз То Насколько Мы Близки Друг Другу В таких Вот Моментах Идея Вот Как Для Своей Самой Любимой Единственной Матери Мат Это же Мать Есть Такая Идея Желание Сделать Максимум Хорошо Насколько Это Возможно Для Того Чтобы Было Здоровье Не Только Физическое Но И Тонкое Чтобы Эстетическое Тоже Потому Я Приезжаю К преданным Иногда На Махаты На Программы Домой И Я Иногда Удивляюсь Как Они Вообще Могут Находиться В храме Приходить В храм И Счастливо Выполнять Служение Поэтому Я имею К тому Что У некоторых Преданных Дома Как В музее Просто Все Идеально Чисто Все На своем Месте Аккуратненько Мы Хотим Чтобы У нас Тоже В храме Так же Было И Начинаем С Того Что Мы Можем Эту Программу Начать Развивать С Заботы О матерах Сделал Хороший Ремонт В 14 Комнате У нас Будет Дима Берба Который Как Сам Господь Джаганатка Прислал В общину Он Будет Отвечать Он В принципе Отвечает Он Сейчас Просто Отъехал На Несколько Недель Но Мы Планируем После Возвращения С ретрита С фестиваля На Западной Украине Планируем Стартовать Этот Проект Поэтому Кто Как Желает Участвовать Руками Ногами Головой Организацией Пожертвованиями Пожертвовать Лакшми Пожертвовать Материалы Обращайтесь Либо Ко мне Если вы Диму Не знаете Либо Можно Напрямую К Диме Харе Кришна Дальше По плану У нас Небольшое Сообщение От Юры Варава Команды Пищи Жизни Небольшое Жда Можем Говорю Есть шанс Что мы задержимся Молодого Харе Кришна Дорогие Вайшнавы И Вайшнави Прежде Чем Что-то Говорить Я Хотел Б Попросить Благословения От старших И от вас Донести В нужном Настроении То Чем я хочу Сегодня С вами Поделиться Благословите Пожалуйста Да У меня Сегодня Первый Опыт Выступления Доклада Перед Всей Общиной Поэтому Слегка Волнуюсь Насколько У меня Есть Времени Пять минут Хотел Тогда Поблагодарить За эти Пять минут Можно я скажу Слова Благодарности Тогда Старшим Которые Вдохновляют Нас Тех Удачливых Душ Которые Попали В проект Пищу Жизни И Получают Благословения Таких Преданных Как Ачутаприя Прабу Гаврапурнима Прабу Рамарупа Прабу Яшода Кумар Прабу Тарун Кришна Прабу И Других И под их Четким Руководством Благодаря Их Заботливому Сострадательному Сердцу Которую Терпят Наши Несовершенства Глупости И ошибки Они Снова И снова Продолжают Нас Верить Дают Нам Возможность Становиться Лучше И Продолжать Служить Миссии Шривы Правхупады Вот Ну Я хотел Спросить У меня Тут Стих Из Шри Шапанишат Надо Произносить Я Хотел Бы С ним Поделиться Потому Что Я Думал Что Сегодня Важно Сказать Вот На самом Деле У меня Два Стиха Второй Был Стих У Меня В Докладе Это Шриман Пагава Там 3 9 29 Которые Уже Сегодня Сказали А этот Стих Из Шри Шапанишат Вдохновил Меня Мой Близкий Мой Сердечный Друг Ану Памагавинда Прабу Он Он Мой Наставник Также Он Мой Тренер И Прабу Кто Не Знает У Нас Совершенно Втайне Проходят Тренировки Два Раза В Неделю Все Желающие Прабу Могут Туда Тоже Посидеть Потому Что Там Я Для Себя Назоваю Ану Памагавинда Прабу Это Философский Камень Это Тот Человек Которого Который Может Такую Личность Вообще Безнадежно Сделать Из него Похожего На Вайшнава Вот И Мы Обсуждали Этот Стих Из Шишапанишад Ом Пурнам Адах Пурнам Идам Пурнам Пурнам Удач Яте Пурнас Я Пурнам Адая Пурнам Эва Вашиш Яте Верховный Господь Личность Бога Всесовершенен И так как Он Абсолютен И совершенен Все что исходит Из него В частности Этот проявленный Мир Наделено Всем необходимым Поскольку Само Является Полным Целым Все что Исходит Из полного Целого Также Обладает Полнотой И как Полное Целое Он пребывает В совершенном Равновесии Несмотря на то Что из него Исходит Такое множество Законченных Частей И я хотел Это подвязать Под проект Пища жизни Днепр Который Благодаря Усилиям Старших Преданных Благодаря Усилиям Каждого Членом Членом Команды Сегодня Является Полным И целым Он всегда Он всегда Был полный И целый И я Никогда Не забуду Начало Марта Это уже было Или конец Он должен Должен Всю деятельность Пищежизни Разложить На структуры Подразделения Департаменты Все должно Быть Четко А я бегу И думаю Простите Нафига Но мне надо Вот это делать Вот это Раскладывать Тут завтра Разбежаться Совсем Придется Потому что Непонятно Что будет А потом Думаю Так Нет Надо Надо Расстаршие Говорят Надо Вот И Поскольку Этот проект Благодаря Усилиям Ни одной Тысячи Людей Сегодня Он растет Я тогда Передам Сейчас цитату Ачута Прия Который Сказал Ее На встрече С командой Пища Жизни Ачута Прия Сказал Следующее Пища Жизни Это Лучшая Работа Для Преданного И Также Подчеркнул Насколько Для нас Важно Для нас Видеть Нашу Работу Как Служение А не Просто Как Способ Заработка И Добавил Что Если У него Обстоятельства Сложились По-другому То Он Обязательно Бо Занимался Пищей Жизни Поэтому Я хотел В целом Сказать Что Сегодня Пища Жизни Развивается Очень Хочется Чтоб Преданных Сотрудников Потому Что Нам Нужны Специалисты Все Всевозможные И У нас По благословению Старших Есть Возможность Заботиться Как О материальной Стороне Так И Духовной Стороне Также Мы Заботимся Нашей Команде Уже Больше Пяти Операций Было Сделано Нашим Сотрудникам Это Мы Помогали Финансами Чтобы Наши Замечательные Волонтеры И Преданные Могли Доблестно Вдохновенно Служить В проекте И Мы Сегодня Также Ждем Пополнения Если Кто-то Вдохновится Если Кто-то Сегодня Ищет Работу Хочет Как-то Себя Проявить То С благословения Старших Это Можно Сделать В проекте Пища жизни Днепр Вот Который Ждет Новых Замечательных Участников Команды С которой С которыми Можно будет Разделить Эту Милость Шрилы Прабхупады Милость Господа Чайтане Раздавать Кришна Прасад И заниматься Прямым Преданным Служением Вот Если Какие-то Вопросы Потом Ко мне Можно Будет Подойти Их Задать Я С радостью Отвечу И Ну В принципе Я не знаю Идеально Да Я Хотел Еще Добавить Это просто Чудо Чудо Сегодня В том Для меня Что Проект Сегодня Существует С финансово По милости Кришны По милости Старших У нас Так Получилось Все устроить Что Проект Финансово Поддерживается Ежемесячно Участвуют В пожертвованиях Около Семи Тысяч Человек Которые Некоторые Даже Вообще Не знают Что Такое Сознание Кришны Они Вот Так Вот Сегодня Служат Господу Поэтому Это все Необыкновенно Это все Очередное Чудо Которое Происходит Перед Моими Глазами Спасибо Большое Всем Кто Участвует В этом Проекте Всем Кто Поддерживает Этот Проект Команде Пища Жизни Днепр Нашим Старшим Душе И голове Нашей Этого Замечательного Проекта Спасибо Ванча Калпатару Пешча Эвача Патита Нам Паван Эпши Вапш Вэпши Намо Намаха Харе Кришна Дорогие Преданные Так Рассмотрим Еще Несколько Вопросов По идее Они Тут Уже Покороче Остались И Вот В помощь Нам Один Из Вопросов Это Рассылка Искон Днепро В Телеграме Хочу Сказать О том Что Это Наш Основной Информационный Канал В котором Освещаются Все Главные Программы Храма Мы Стараемся Отфильтровывать Их Чтоб Там Не Было Никаких Других Частных Каких-то Сообщений И так Далее Все Программы Которые Касаются Нашего Храма Нашей Общины Мы Делаем В Искон Днепро В чате Вот Сповещаем Пропаде Это Новины У Храме Нью Парушот Тамак Шетра Для Виданных Кришны Таих Доброзы Доброзы Днепро Поэтому Если Вдруг Есть Кто-то Кто Не Присоединен Есть Те Кто Хорошо А кто Подписан На этот Чат У кого Есть Несколько Человек Но Этого Еще Недостаточно Вы Знаете Что Еще Нужно Сделать Читать Да Читать Рассылать Да А Чтобы Читать Нужно Закрепить Закрепите Чат Пожалуйста Искон Днепро Чтоб Оно Вверху У вас Всегда Было И вы Будете Тогда Всегда В теме На волне Господа Джаганадхи Понимать Что Происходит В его Доме В нашей Общине Вот Все Видите Вопрос Разобрали Следующий Экадыш И марафон Джапы Мы По милости Господа Преданных В Городе В Днепре Три Экадыш Провели В формате Такого Марафона Первый Провели Мы В Говинде И два Мы Провели На Выезде Дома У преданных Расписание Примерно Такое Здесь Написано 5.45 Настройка С 6.00 До 13.30 Мы Повторяем Святую имидж На четках 13.30 По 14.00 Рефлексия Это означает Делимся опытом Впечатлениями И Радостями Вдохновениями То есть Это такой Небольшой опыт Но который Дает Немоверные Результаты В плане Реализации Сознания И рекомендует Нашей Ачаре В частности Бхактивинонда Такур Хотя бы Иногда Получать Этот опыт Опыт Погружения Мы Его Делаем На Последние Два Крайние Два Таких Экадашных Программы Мы Проявили На выезде Потому что Здесь Есть режим У храма Определенный И Чтобы не Пересекались Эти программы Чтобы была Возможность Больше погружаться Мы Сейчас Обрели Такой опыт Проведения Этих программ Дома Преданных И Следующие Экадаши Будет В субботу Через Неделю О том Где это Будет Проходить И Как туда Добраться Вы можете Узнать Через Телеканал Чата Искон Днепро В телеграмме Поэтому Следите Мы туда Всю информацию Сбрасываем Очень рекомендую Нас там пока Не много Мы не ожидаем Что там Вся община Соберется Но опыт Потрясающий Можно молиться О том Чтобы у нас Получалось Потому что Я много лет Много лет Ну сколько Ну может быть Это немного Ну там Чуть Десять лет С небольшим Хотел Чтоб у меня Была такая Возможность Вот только Сейчас Пока получается Помолитесь Пожалуйста Чтоб и дальше Получалось Участвовать В этих программах Олегович Поэтому Можно присоединяться Вот Недавно Сообщение Пришло О том Что Преданный Из Луцка Евгений Полищук Оставил Тело И мне Вот буквально Сейчас Во время Программы Тоже Пришло Сообщение О том Что Преданный Из Кременчуга Богдан Власюга Тоже Оставил Тело Защищая Украину Давайте Молиться Не забывайте О том Где мы Находимся Что сейчас Происходит Все преданные Не только преданные Которые Находятся На передовой Они нуждаются В поддержке Духовной Поэтому Давайте Помолимся Господу Произнеся Харе Кришна Махамантру За Все эти Души Чтобы Они Обретали Наивысшее Благо Харе Кришна Харе Кришна Харе Кришна У нас преданные вдохновились провести такую программу заботы о тех, кто сейчас служит в армии. И Тихран Прабу расскажет об этой идее, он один из вдохновителей этой программы. Харе Кришна предный. У меня было заготовлено несколько шуток, но после того, что мы увидели, шутить совсем не хочется. Что мы придумали? В общем, на раманавами мы с семьей должны были шить наряды для божеств новые. И хотели их светлостям предложить новые наряды, как это уже стало определенной традицией в нашем храме по благословению старших преданных. Но не получилось. Мы три магазина объездили, смотрели ткани, выбирали, и Господь в сердце молчал. Мы прикладывали, мучились, потели, вымучили всех продавцов. Ничего не получилось. Я приехал в храм и стал молиться. Я говорю, Господи, что-то мы делаем не так, значит. И когда наша очередь была готовить в этот день на праздник раманавами, и вдруг мы поняли о том, что мы молимся, мы делаем, но мы очень мало заботимся о тех, кто смотрит смерти в глаза. Мы мало заботимся о тех ребятах, которые впереди воюют, нас защищают и при этом практикуют бахти. Представьте себе это на секунду, состояние этих ребят. Они видят смерть вот так в глаза, и при этом они проповедуют, сами практикуют. Вадим Прабу, фотографию которого показывали, он на Говинду пожертвовал. Он обучается у Сидгарты Прабу. Он мне говорил, что когда начинался минометный обстрел, он командир отряда был, подбегали ребята и кричали, «Командор, повторяй свою мантру, потому что летит». И он говорит, мы с окопов вышли, и несколько мин вокруг нас были, в землю воткнулись и не взорвались. Один солдат показал вот так каску и говорит, я не знаю, как вы там молитесь, что вы делаете. Видели это видео преданное? Там влет вот сюда в бочину, вылет отсюда кусок каски, он говорит, и солдат живой. Он говорит, что вы там, какие молитвы вы возносите? Говорит, мы не знаем, говорит, ну не останавливайтесь. В общем, я позвонил Яшода Кумару Прабу, говорю, Яшода Кумар Прабу, у меня есть идея. Мы должны начать поддерживать этих преданных просадом с храма. Вопрос не в том, что они не голодны, они там голодные. Нет, они не сентиментальные уже. Эти ребята, они живут, поверьте, на другом совсем уровне предания. Их предания намного больше нашего. Намного больше нашего. У них страх на другом месте стоит. И их предание более настоящее. Я говорю, и они должны из дома что-то получать. Мадья Пандава Прабу добавил, он говорит, они очень много проповедуют и себе ничего не оставляют, они раздают. И мы поняли, что мало просто им что-то прислать. Надо прислать так, чтобы они могли раздавать вайшнавы. И сейчас мы начинаем эту программу. По милости Господа, по милости преданных, по вашей милости, друзья. Мы хотим, чтобы преданные пока раз в месяц, мы берем эту планку раз в месяц. У нас есть Прабу, который может держать этот список у себя. То есть к нему власти не смогут предъявить никакой претензии, потому что ни я, ни Яшода Кумара Прабу, никто из нас, из гражданских, список вояк, которые кто где воюет, мы не имеем права иметь при себе. То есть должен быть, ну это офицер должен быть. И такой у нас есть, слава Богу. И преданные уже собрали. Там 50 человек. Это не все. Есть еще 44. 44 Прабу мы не можем найти. Есть преданный, которому я обратился. И он захотел, чтобы этот проект был под их началом, чтобы типа лавры им достались. Ну, в общем, по милости Яшода Кумара Прабу, я ему сказал все, что я думал о нем. И вот мы хотим это начать делать. Я вас всех молю, преданные, включитесь в это. Потому что они получат из дома. Это забота. Они будут знать, что о них помнят. Это их поддержит. И в тот момент, когда они проповедуют, они будут раздавать. Поддержите это, я вас очень прошу. Все то, что до сих пор Яшода Кумар сказал, я сидел в том углу, думал, я говорю, Кришна, я смотрел на божеств и думал, я говорю, Кришна, все то, что наш президент храма перечисляет, мы все это делаем во время войны. Ващнабы, мы забыли о том, что идет война. Подумайте, да, на секунду. Мы пища жизни кучу просады раздает. Я вообще не знаю, откуда. Они с духовного мира пришли, наверное, сейчас поддержать всю землю, и потом уйдут. Потому что реально то, что они делают, это непросто. Да, мы видим, как Дайл Кришна Прабу, Сарва Ситхи Прабу готовят, Шанкар Рани Прабу, но ты когда понимаешь, это все развозится, привозится. Макс там программу поддерживает эту постоянно, чтобы какие-то деньги собирались. И ты начинаешь понимать и вспоминаешь ту историю, когда Прабупад сказал, что мне стенографист нужен, кто быстро будет записывать. А его ученики говорят, мы все после ЛСД, мы писать не можем. И тут приходит какой-то человек и говорит, о, а мне надо как раз лето провести, мне дипломную работу писать надо. И вот в эту историю он пришел, записал все, что надо, и точно так же потерялся. И вот подумайте, преданные, все это во время войны происходит. Говинду открыли во время войны. Честно говоря, я вообще думал, это что-то такое, преданные дикты. Кстати, я, Шудакумар, ты не сказал, что мешок тырса я привез, я тоже там что-то делал. И не только Тигран Прабу, но и Матаджи Сундари тоже. И все преданные, которые поучаствовали, были в этом списке, и даже плюс. Просто Тигран Прабу не надо прославления. Да, я не об этом. Но у нас для всех вас есть подарочки от команды Говинды, которые мы раздадим во время пира. Джай, у меня есть просьба. Вчера Матаджи Тануджа, я ее не вижу, а вон она стоит, они пришли к нам домой, и они уже три недели думают о том, что мы будем отправлять, потому что это должно доехать в жару, не растечься, не испортиться, и должно дойти... А? Да. Вчера мы попробовали пряники. Великолепная вещь, они очень классные, придумали халаву. Если у вас есть какие-то предложения, может быть, это самосы, которые доедут, может, это какие-то каши, которые доедут. В общем, если у вас есть какие-то предложения, пожалуйста, подумайте, как матеря подумайте, как отцы подумайте, как друзья подумайте. И подойдите с этими предложениями, мы хотим это раз в месяц делать. Мы хотим раз в месяц это собирать, отправлять. Это будет делаться под контролем Мадья Пандавы Прабу, потому что так правильно. Он офицер, он ответственное лицо. Это будет под его началом делаться. И он знает, кому будет это отправляться, потому что у ребят дислокация меняется. Я даже не знаю, можно это на камеру говорить или нет. Ну, в общем, вот такой у нас вопрос. Я думал, вот спросите Яшуда Кумара, вы меня опередили. Я думаю, что мы к следующей неделе подготовим первую отправку. Мы хотели на Раманавами, но список был маленький. Яшуда Кумар пробовал, обзвонил всех, всех лидеров ЯТР и на Махат, и список вырос. Если вы кого-то знаете, кто воюет, его может быть нету в нашем списке, тоже подойдите, скажите, пожалуйста. Если кто-то друг преданных, тоже подойдите, скажите. Может быть, кто-то, простите, у нас уже есть те, кто раненые дома. И я думаю, мы им тоже что-то отправим в знак благодарности, потому что кто-то с контузией, кто-то бесконечности, кто-то еще чего-то, чтобы они тоже что-то получили. В общем, этот список, он будет пополняться, мы это понимаем. Ну вот, друзья, огромная просьба. Не останьтесь в стороне. Да, конечно, кто-то хочет деньгами поучаствовать, участвуйте, кто-то хочет продуктов купить, купите. Кто-то хочет дома приготовить, приготовьте. Кто-то хочет прийти в храме готовить, пожалуйста, приходите, готовьте. Но еще самое главное, тут нету сентиментальности. Эти ребята, там у них сентиментальности нет. Важно, чтобы они из дома что-то получили, чтобы они почувствовали, что о них помнят, их ценят, их знают. И я еще подумал такой момент, как важно то, что вокруг все увидят, как храм своего адепта любит. Понимаете? Это все совсем непростые вещи. Спасибо вам большое, друзья. Я, конечно, хотел еще рассказать про фестивальный департамент. Хотел пошутить о том, что великий департамент Пуджи на самом деле входит в департамент фестиваля. Потому что в Абриндаване что ни шаг, это танец, что ни слово, это песня. Там везде фестиваль, Пуджа там на втором месте. Ну, в общем, у нас есть куча вопросов по овощам, у нас есть куча вопросов по раздаче просада. У нас есть масса вопросов по фестивалям, у нас есть масса вопросов по включенности преданных. Но это мы, наверное, обсудим уже следующее раз. Спасибо вам большое. У нас это было тоже. Спасибо большое, Тихран Провин. Спасибо. Как улучшить проведение праздников и фестивалей, как раз это был тоже один из вопросов. Я затронул буквально один срез небольшой, который он уже на слуху, и многие из вас знают. Это как улучшить раздачу, чистоту в раздаче. И чистота, когда мы говорим о чистоте, есть внутренняя, внешняя чистота. И внутренняя, она также поддерживается за счет чистоты в общении. Там, где огонь, там масло тает. Огонь – это женщины, масло – это мужчины. И ведическая культура подразумевает. Я был в разных городах, в Индии, в наших храмах и не только в наших. И я видел везде эту культуру. Там придерживаются и прабу раздают прабу, матаджи раздают матаджи. У нас огромное количество замечательных вайшнавов, прекрасных. Мы предлагаем, чтобы все-таки вайшнави раздавали для вайшнави, а прабу раздавали для прабу. И для этого нужно просто немножко организоваться. И я знаю, слышал, что есть уже инициативные преданные матаджи, которые хотят тоже помогать развивать или поддерживать чистоту. И сегодня можно тоже будет уже попрактиковать. Вот так, вкратце. И на чем мы сегодня закончим? У нас есть одна большая тема – это фестивали. То, о чем сейчас озвучил Тигран Прабу. Потому что у нас каждый воскресный фестиваль организовывается командами, но эти команды нуждаются в комплектации также. И не только в фестивальном департаменте. Я сейчас просто зачитаю. И просто, если вдруг у кого-то есть такое чувство и представление о том, что все места заняты, все служения заняты, вот сейчас будем развеивать это представление. Это не все, но просто что я успел сегодня быстренько записать. Команда Кухни Кришны нуждается тоже в поддержке. Вот сама Кухня Кришны. Нам туда нужен помощник-менеджеру, нужен кладовщик. Кладовщик – это может быть одна личность. Как вариант еще можно реализовать и облегчить задачу для основного менеджера, если у нас будет воскресный менеджер кухни, который конкретно для воскресных фестивалей и праздничных. Кто думает о том, что он хотел бы поучаствовать в этом, обращайтесь ко мне. Если вы думаете, у меня нет квалификации, ничего страшного, всему научим, всему обучим. Для этого нужна одна квалификация, это желание. Дальше. Усиление воскресных команд. В принципе, это то, о чем сегодня мы не сможем полностью раскрыть, но я думаю, мы проведем в ближайшее время еще одну встречу. Цветочный департамент всегда открыт и готов принимать замечательных вишнави и матыш, которые золотыми ручками способны плести гирлянды для божеств и делать прекрасные букеты для божеств. То служение, то вечное служение, которое мы и мы тоже можем делать в духовном мире. Пуджа всегда открыта тоже к развитию. Помощники Пуджарии, то есть Пуджарии, помощники Пуджарии. Можно всегда усиливать эти направления. Команда «Чистый храм». У нас есть Патасева, преданные, которые хотят очищать свои сердца, участвуя в том, чтобы вычищать храм, то тоже можно участвовать, подходить. Не знаете, кому подходить, подходите ко мне, я направлю. И есть еще тоже удивительное сезонное служение, очень сокровенное, это уход за клумбой Джаганадхи. Она находится возле домика Гуру. Там обычно растут цветы, которые потом предлагают самой верховной Личности Бога на алтаре в виде пушпы, в виде гирлянд и так далее. И вот некому сейчас, есть земля, есть эта клумба, но пока мы не можем найти, где же эти руки, и мы уверены, что они есть, которые хотели бы поучаствовать в том, чтобы там навести порядки, и чтобы там было чисто и практично для служения Господу. Парикришна, дорогие вайшнавы, есть одно дополнение или вопрос? Вопрос. Вопрос, да. Это тоже было у нас где-то там. Пожалуйста, как наше аятство подносит молитву, которую ориентировали преданное Вриндауно, которое сейчас проходит уже 11 или 12 дней? Это молитву военного мира на всей планете. Ятра, как вы относитесь к молитву? Положительно, положительно. Можно один момент. Я уточняла, какое божество приглашается в огонь, кому будет поклонение, а там будет поклонение одно. Вот есть детали, я, допустим, даже всех деталей не знаю. Но я могу сказать, что... Рудросам. Рудросам. А как это воспринимать? Ну, я могу сказать, что преданные из нашей традиции, они очень-очень позитивно относятся к непрестанной молитве, повторению Хареи Кришна Махамантры. Поэтому мы даже это можем доказать вот прямо сейчас. А потому что мы молимся каждый день. Есть очень много событий в этом мире происходит, я не могу их всех знать. Мы делаем свой вклад. Ну, и каждый день тоже с половины пятого утра до девяти вечера. Ой, да и до девяти вечера тоже. Да. Давайте воспевать. Я как бы не могу сказать. Ну, в принципе, позитивно. Если мы говорим о молитве за то, чтобы этот мир делать лучше. Да, и мы знаем, как сделать этот мир лучше. Это распространить любовь к Богу. И уникальный дар, единственная возможность, как это можно сделать, это через распространение славы Святого имени Господа. И просада. Давайте прославим Господа и почтим просад. Спасибо, дорогие вайшнавы. Спасибо вам за терпление. Вы все очень выносливые вайшнавы. Преданные для вас заготовлены подарки, которые участвовали в перевоплощении Говинды, мы будем раздавать во время просада. Если вдруг кто-то будет уходить раньше, сейчас во время Киртана, то подойдите ко мне, я буду в просад-холе. Харе Кришна. Спасибо, дорогие. А, да, есть еще один. Спасибо большое. Важный тоже момент, который связан с мобилизацией. Сейчас очень многие беспокоятся по этому поводу. И согласно Конституции Украины, 35-й статьи, мы, верующие общества сознания Кришны, имеем право не брать оружие в руки и, соответственно, не участвовать в боевых действиях. Но для этого нужно определенное подверждение. Этому недостаточно представителям ТЦК сказать на словах. Для этого нужно еще показать довидку или справку о том, что это действительно так. И сейчас так случилось, что вдруг появляется очень много новых, ну или давно забытых, желающих получить эту справку. И ко мне многие обращаются, но дело очень серьезное. Потому что если она будет выдана хотя бы одному человеку, который не является реальным членом общины, а что это означает? Это означает, что он не практикует, то есть не потеряет святые имена. Это означает, что если у него нету наставника, если у него нету постоянного служения в храме, то он не является членом общины. И вот достаточно найти одного такого человека, которому будет дана такая справка, то могут пострадать и все общество, не только в Днепре и во всей Украине. Все прабу, у которых есть духовные наставники, которые повторяют духовные имена, и у которых есть служение в храме, я думаю, во вторник мы уже подготовим понятную, ясную последовательность действий, документов, то, что делать с этими документами, и что при себе надо носить. Я думаю, через Яшода Кумара пробу эта информация будет озвучена. Да, возвращаемся к пункту Искон Днепр. Телеграм. Оставайтесь на нашей волне. Да, у нас мы сейчас тоже этот момент прорабатываем. Скоро преподнесем всю информацию. Да, но это если соблюдаются вот эти все условия. Спасибо большое. Давай же перейдем к воспеванию. Спасибо. 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 Спасибо.